На Ближнем Востоке появляется человек, называющий себя Мессией и собирающий вокруг толпы верующих в Новое Пришествие. Послан ли он Богом или он опасный мошенник, стремящийся разрушить мировой геополитический порядок? История показана глазами абсолютно разных во всем людей, окружающих загадочного мужчину. Вот уже 85 дней враги осаждают Дамаск, в котором нарастает гуманитарная катастрофа. Нет еды и воды, множество людей гибнет при обстрелах. И однажды два подростка, Джабраил и Самир, потерявшие свои семьи, видят на улице человека в желтых одеждах, призывающего народ не беспокоиться о падении города, поскольку Бог предопределил, что этого не произойдет. Спасение в виде песчаной бури уже надвигается, и люди бегут под ударами стихии, в то время как проповедник не уходит и повторяет, что спасение уже близко. Песчаная буря разрывает цепочки поставок вражеских войск, и они отступают. Город спасается. Передачу обо всем произошедшем смотрит агент ФБР Ева Геллер, обращая внимание на странного мужчину, которого люди называют Альмасих, и узнает, что он ведет сотни своих последователей в пустыню. Ночью мужчины у костра говорят о вере и религии. Альмасих задает вопросы и строго относится к тем, кто не хочет думать над его вопросами. Сейчас все человечество на краю, и чтобы люди выжили, они должны цепляться за него. После этой отповеди мужчина отходит от людей и долго стоит, глядя в небо, вызывая уверенность, что он беседует с Богом. Подростки, пришедшие с ним из Дамаска, вспоминают, как он проповедовал, пока они прятались по подвалам. И вдруг Альмасих зовет одного из них, Джабраила, и рассказывает о том, что у каждой души есть своя звезда. Он увидел в парне свет, и скоро Аллах возложит на него миссию. Тем временем Ева пытается узнать, кто из офицеров знает что-то о новом миссии, и начинает сбор материала. Вскоре женщина узнает, что, пройдя 65 километров по пескам, люди вышли к границам Израиля и остановились у ограждения. Половина последователей уверена, что Альмасих привел их для борьбы, но тот приказывает собрать все оружие и закопать его, а сам проходит через забор из колючей проволоки, где его арестовывает пограничная служба Израиля. Для его допроса на службу вызывают агента Израильского агентства внутренней безопасности Аверама Дахана, но задержанный мужчина отказывается назвать свое настоящее имя, именуя себя посланником, и впечатляет агента, называя его по имени, а также рассказывает неожиданные факты из жизни агента, о которых не может знать никто, кроме него самого. Особенно Аверама задевает случай с мальчиком, о котором напоминает миссия. Дахан заканчивает допрос и покидает комнату, уничтожив видеозапись допроса, а потом идет к своему напарнику, чтобы узнать, говорил ли он кому-нибудь о том случае в пустыне, но тот молчал о произошедшем. Сев в машину, Аверам вдруг видит на заднем сидении человека с мешком на голове, но понимает, что это отголосок давней трагедии. Рано утром агент возвращается на работу и с удивлением обнаруживает, что Аль-Масих сбежал из-под стражи. Тем временем в небольшом американском городке Дилли, проповедник местной церкви Феликс Игера, встречает своих прихожан, пока ФБР решает помочь израильским властям найти Аль-Масиха и выяснить, кто он на самом деле и для чего в Израиль вылетает Ева Геллер. По ее настоянию в офис вызывают Аверама, который не может объяснить, зачем он удалил видеозапись. Мужчина ведет себя вызывающе, не понимая, почему он должен отчитываться перед американкой. Между тем в мире назревает международный конфликт, поскольку люди, которых миссия привел к границе Израиля, голодают, и даже после известия о его побеге они принимают решение остаться, поскольку верят в его возвращение. Однажды волонтеры привозят еду и воду. Последователи миссии замечают, что полицейские кого-то ищут в окопе. И понимают, Аль-Масих сбежал, что вызывает небывалое ликование. В это время Аль-Масих устраивает на храмовой горе проповедь, используя апокалиптические фразы о конце истории и призывая выступить вперед тех, кто готов идти на суд к Богу. Вперед выходит парнишка, но проповедь прерывает израильская полиция, которая пытается арестовать миссию. Операция срывается из-за выстрела, который попадает в вышедшего ребенка. Люди начинают кричать, изгоняя захватчиков. Но тут Аль-Масих возлагает руки на мальчика, после чего тот поднимается целым и невредимым, демонстрируя окровавленную пулю публике. Люди считают это чудом, пока Аль-Масих растворяется в толпе. Ева слышит новости по радио и просит отвезти ее на место происшествия. А в это время мусульмане тоже обсуждают проповедь Мессии и весьма недовольны его трактовкой учения Аллаха. Люди в лагере тоже не могут понять, почему их новоиспеченный Иисус бросил их. А Ева замечает слежку, и ее преследователем оказывается Аверам, который хочет узнать, зачем она влезает не в свое дело. Но Ева не собирается отступать. Она изучает записи с камер видеонаблюдения и замечает странное исчезновение Мессии. А еще непонятно, кто же все-таки стрелял. Она пытается найти пострадавшего мальчика, в то время как в Иерусалиме отключают электричество, чтобы усмирить бунтующих. Агенты приезжают по адресу парнишки, но оказывается, его семья уехала, напуганная интересом толпы. О происшествии на Храмовой горе показывают репортажи по всему миру. И один из них видит отец Феликс, пока его дочь Ребекка мечтает о побеге из дома. Между тем Джабраил видит мигающий свет у изгороди и идет туда, пока Ева находит Аль-Масиха на фото из Иордании. Палестинские девушки привезли еду для голодающих и обещают помочь людям. Джабраил идет за помощниками, когда появившийся мужчина бьет его по голове и уносит от изгороди. Этой же ночью дочь пастора Ребекка сбегает из дома, в то время как ее разуверившийся отец решает сжечь свою церковь. Мужчина берет канистру с бензином и зажигалку и идет к зданию. В этот момент на его телефон оставшейся дома приходит сообщение о надвигающемся смерче, и жена пастора идет его искать. В городке начинают звучать сирены, жители спешат к единственному укрытию – церкви, пока смерч начинает свое смертельное окружение. Отец Феликс зовет дочь, надеясь, что она где-то рядом, и вдруг видит неподалеку неподвижную фигуру Аль-Масиха. Время спустя в социальных сетях появляется видео спасения Ребекки, его перехватывают агенты ЦРУ и блокируют распространение. Но каким образом Мессия попал в Америку? Вскоре на место происшествия прибывает федеральный агент Уилл. Мужчина потрясен видом совершенно разрушенного городка, в котором уцелело только одно строение – церковь, где в это время находится Аль-Масих, который объясняет удивленному священнику, что пришел сюда по велению Господа. Феликс потрясен, ведь он собирался сжечь здание, которое в итоге спасло всем жизнь. В этот момент входит агент Уилл и арестовывает Мессию. Священник клянется вытащить Аль-Масиха из тюрьмы, в то время как Аверам допрашивает Джабраила в надежде узнать местонахождение Мессии. Но парень не знает этого. Агент хочет понять, почему люди идут за неизвестным никому мужчиной, и обещает доказать, что Господа нет. Тем временем Феликс обращается за помощью к адвокату из Американского Союза борьбы за гражданские права, потому что все, что случилось – это непростое совпадение. Альева прибывает в Техас для допроса Аль-Масиха, но его адвокат добивается запрета навстречу. Ситуация ухудшается, когда одно из видео о произошедшем в городке обошло их блокировку в социальных сетях и попало в средства массовой информации. Адвокат Аль-Масиха говорит ему, что хотя обвинение в незаконном въезде в Соединенные Штаты, вероятно, будет поддержано в суде, она может вывести его из федерального изолятора иммиграционного содержания, в котором он находится. Когда адвокат покинул изолятор, агент Уилл проинформировал об этом Еву, и она срочно едет к нему. Но при разговоре Аль-Масих снова поворачивает ситуацию в свою пользу, показывая, что знает ее имя и сочувствует ее потерям, ведь ее мать и муж умерли. Он осознает свою ответственность за тех, кто пошел за ним, и готов помочь всем страждущим. И ей тоже. Но Ева не верит в его искренность и убегает, не заметив записывающего устройства под столом. Вернувшись в свой гостиничный номер, Ева разговаривает со своим боссом, который сообщает, что Израиль требует экстрадиции Аль-Масиха, и прокурор штата будет добиваться разрешения на это. Время спустя Аль-Масиха ведут на суд, где ему предъявляют обвинение, которое тот признает, и просит предоставить ему убежище. Ева едет к адвокату, пытаясь убедить ее прекратить борьбу за освобождение мужчины, чтобы не допустить его экстрадицию. Ведь если он вернется в Израиль, его посадят. Но адвокат отказывается говорить об этом. Тем временем Аверам опять отказывается рассказать, что было на том допросе, запись которого он стер. Его отстраняют от дела и назначают слушание. В это время Феликс объявляет жене о своем отъезде, потому что он нужен Мессии. Перед зданием суда собирается множество последователей Аль-Масиха. Заседание начинается. Адвокат объясняет, что мужчине нельзя возвращаться в Израиль, где его будут преследовать по религиозным признакам. Но прокурор утверждает, что мужчина лжет о том, что он мусульманин, ведь он не молится пять раз в день, как положено. И Мессия отвечает, что относит себя ко всем конфессиям, потому что все ходят под одним солнцем. И это вызывает бурю эмоций по всему свету. И в высоких кабинетах тоже. Помощник президента США пытается надавить на судью, чтобы выслать неугодного человека. И тот обещает подумать над этим. А брошенного Аверамом в пустыне Джабраила находит его друг Самир. И считает большим чудом, что тот сумел выжить. На следующий день суд принимает шокирующее решение предоставить убежище господину Масиху, что позволяет ему выйти свободным человеком из здания суда, возле которого его уже ожидает машина преподобного Игера. По всему миру люди говорят о Мессии и начинают верить в творимые им чудеса. А в Диле начинают съезжаться страждущие исцеления. Преподобный пытается как-то организовать их размещение, в то время как за Джабраилом преданно ухаживает его друг Самир. Привезенный пастором Мессия поселяется в отдалении от людей. В небольшой палатке, куда доступ имеет только сам Феликс. Однажды проповедник осмеливается спросить Аль-Масиха о его дальнейших планах. И тот говорит, что не знает, что будет дальше. Ведь сюда его привел именно Феликс. И это вселяет в душу проповедника отчаяние. Он-то думал, что Мессия действует по заранее продуманному плану. Этим же вечером к Еве приходит агент Уилл, который демонстрирует запись ее разговора с Аль-Масихом. А потом показывает книгу одного из радикалов Уоллеса о культурном терроризме, в которой слова Мессии повторяются слово в слово. Получается, что Аль-Масих действует по этому сценарию, цель которого – разрушение существующего порядка. Тем временем у беженцев, оставшихся у границ Израиля без воды и еды, дела идут плохо. И вскоре Самир начинает задаваться вопросом, откуда у Джабраила такая сильная вера. Он называет друга сумасшедшим за то, что тот отказывается от медицинской помощи, потому что его травмы могут стать смертельными, и обвиняет в ненормальной любви к Мессии. Однажды жена Верама замечает его машину, которая стоит около их дома уже три дня, и начинает разыскивать мужчину, который в это время приезжает в Техас и покупает пистолет в вооруженном магазине. А в Дилле каждый вечер люди собираются вместе, в надежде, что Аль-Масих выйдет к ним. Но мужчина остается в своей палатке, приводя Феликса в сметенные чувства, которые выливаются в проповедь для всех приехавших. В это время двое жителей Дилле наконец находят своего пса, придавленного во время урагана мебелью, и пытаются освободить его. Аль-Масих выходит из своей палатки в то время, как к ней подходит вооруженный Аверам. Мессия спокойно глядит в глаза своему убийце, и тот опускает пистолет и смотрит в спину уходящего мужчины. Люди замечают Мессию, который идет к дому, где мужчина решает пристрелить несчастного пса, потому что тот очень мучается. Парнишка просит Мессию спасти его пса, но тот берет ружье и стреляет в собаку, вызывая гнев и боль мальчика, а потом уходит из городка. В это время Ева догоняет Аверама, и тот признается, что хотел убить Мессию, который в это время зовет дочь пастора Ребекку с собой. А тем временем беженцы решают, что Мессия бросил их, и принимают решение вернуться в город. Но Джабраил остается в лагере. Утром парнишке снится его погибшая мать, которая превращается в Мессию, протягивающего ему руку. А в это время полиция Техаса обращается к паломникам с просьбой не приезжать в Дилле, ведь город полностью разрушен. Находятся недовольные, которые готовы выгнать Аль-Масиха вместе с отцом Феликсом, которые пишут на стенах церкви протестные надписи о лже-пророке. Тем временем Еве сообщают настоящее имя Мессии, Паям Гальшери, и оказывается, у него есть брат, который работает в университете. А Мессия говорит преподобному, что пора собираться в путь, убеждая Феликса, что это его предназначение. Преподобный решает взять с собой свою семью. Это огорчает его жену, но очень радует дочь. Отец Феликс возглавляет колонну автомобилей, которые следуют за Мессией туда, куда он их поведет. Количество машин постоянно растет и вскоре начинает исчисляться сотнями. Ева тоже возвращается в Техас, чтобы следовать за Аль-Масихом, и однажды ночью видит, как тот выходит, чтобы позвонить из автомата на улице. По ее просьбе, агент Уилл делает запрос на детализацию звонков с этого автомата. Весь следующий день колонна движется дальше. Остановившись на отдых, преподобный слышит новости об обострении кризиса на границе, где до сих пор ждут своей участи беженцы из Палестины. А Ребекка делает снимок Мессии, стоящего у дорожного указателя на Вашингтон, и выкладывает его в соцсети. Утром колонна собирается в путь, и Феликс из постов узнает, что их путь лежит в столицу США. В это время Ева проверяет все, что можно узнать о Мессии, и натыкается на сведения, что он учился в том же университете, где преподавал известный террорист Уоллес, книгу которого цитировал Аль-Масих на допросе. Профессор Уоллес взломал биржу, а потом бежал в Россию во время расследования его действий. А это значит, что дело о предполагаемом теракте полностью в юрисдикции Евы. Огромная колонна прибывает в Вашингтон. Аль-Масих выходит к мемориалу Линкольна, в то время как Джабраилу в видении является его покойная мать и Аль-Масих. Мессия произносит речь о единстве людей в окружающем мире, а Джабраил, как будто слыша ее, вдруг встает. Аль-Масих просит посмотреть на себя и своих соседей. Джабраил раздевается догола. Мессия стоит перед лицом нации и смотрит на них, чтобы они, наконец, посмотрели на него. Уже поздно падать на колени. Время вышло. Джабраил идет в сторону границы. Аль-Масих направляется к водной глади. Джабраил идет, не останавливаясь, до тех пор, пока дуло автомата солдата не упирается в его грудь. Аль-Масих идет по воде. Израильтяне отступают, и Джабраил ведет за собой беженцев. Сотни изумленных зрителей следят за походом Мессии и записывают это на телефоны. Мир гудит после увиденных чудес Аль-Масиха. И даже конгрегация по делам святых берется за рассмотрение этого случая. Повсюду идут столкновения между последователями и противниками новоявленного Мессии. Люди шлют отцу Феликсу деньги, на которые он намерен построить церковь Аль-Масиха. А тем временем, Джабраил попадает в западный Иордан, где его приветствуют, как освободителя. Беженцев привозят в уединенный дом, где им дают пищу и приют. Но Джабраила отделяют от других, ведь он открыто высказывает приверженность Аль-Масиху. Между тем, Ева докладывает о своих выводах руководству. За Мессией тянется довольно длинный след связи с запрещенными организациями. И главное, с Уоллесом, который сейчас скрывается в Москве. Высшие должностные лица правительства США обеспокоены популярностью Аль-Масиха, поэтому глава аппарата Белого дома требует, чтобы ЦРУ сделала все возможное, чтобы дискредитировать его. Но Ева напоминает, это не просто терроризм, это новый уровень в расшатывании общества. Между тем, общество все активнее обсуждает личность Мессии, разделяясь на тех, кто безоговорочно верит ему, и тех, кто считает его лжепророком. Феликс проповедует от лица Аль-Масиха и напоминает о важности веры. Господь избрал именно их. И важно понять, почему. В это время в отель Мессии пробирается женщина со смертельно больным ребенком, и мужчина соглашается принять девочку, но только наедине. Правда, за его номером ведется круглосуточное наблюдение. Тем временем молодые беженцы начинают обучаться разным наукам, среди которых религия стоит на первом месте. К Джабраилу же персонально приходит шейх, чтобы понять глубину его веры, и парень уверенно отвечает, что безоговорочно верит Мессии. А в это время Ева обсуждает хождение по воде Мессии с Аверамом. В конце концов, Иисус сделал то же самое, показывал фокусы и привлекал сторонников. Мужчина впечатлен. Она говорит, как истинная еврейка. Агент Уилл продолжает слежку за номером Мессии и однажды становится свидетелем того, как в его двери стучится девушка, которая молит об исцелении. Но мужчина сразу понимает истинную цель ее визита. Девушка пришла, чтобы соблазнить его. Он раскрывает ее душу, жалея женщину, которая продает себя. И от этого ее душа тает и умирает. Девушка признается, что ей заплатили за этот визит и плачет от проникновенных слов Мессии, который признается ей в вечной любви Господа к своим детям. Эти слова вызывают слезы на глазах агента Уилла, наблюдающего за этой сценой. В это время Ребекка сбегает из номера родителей и видит, как Мессия провожает девушку из своего номера. Девочка убегает и Аль-Масих догоняет ее на улице. Он пытается объяснить ее особое место рядом с ним. И девочка делится своими наблюдениями о том, что мир как будто на пороге чего-то грандиозного. Пророк обращается к Ребекке с просьбой сделать что-то невообразимое и та обещает выполнить все, что он попросит. Тем временем ЦРУ удается найти брата Аль-Масиха, который рассказывает, что их родители были разными по вере и рано умерли. Парнишек воспитал дядя, профессиональный иллюзионист. И его братишка всегда любил быть в центре внимания. Дядя был жестким человеком, но научил парнишек всему, что знал. Английскому языку, грамотности и, главное, умению делать трюки. А в это мгновение вошедшему в номер Аль-Масиху надевают на голову темный мешок. Мужчина оказывается в офисе президента США перед первым лицом государства и требует от него вывода всех войск США из всех точек в мире, используя искреннюю веру президента. Политик в шоке. Это просто невозможно, ведь американские войска используются именно как миротворцы, и если их не будет, в подконтрольных странах начнутся беспорядки. Но Мессия перечисляет названия стран и городов, где как раз американцы развязывали войны. Он предлагает президенту войти в историю истинным миротворцам, спасши мир. И говорит, что история кончилась, и мир скоро начнется заново. Между тем, Ева узнает, что несколько лет назад Аль-Масих был помещен в психиатрическую клинику и отправляется в колледж, где учился мужчина. Но директор не может вспомнить ничего особо примечательного, кроме его дипломной работы. Ева идет в архив, но работы на месте не оказывается. А в Иордании шейх показывает Жабраилу статью в газете о чудесах Аль-Масиха и просит произнести речь на предстоящем празднике. Парень должен стать предводителем нового поколения в борьбе за независимость Палестины. На следующий день Аль-Масих сообщает средством массовой информации о своей встрече с президентом. И это очень злит Феликса, который считает, что должен был быть проинформирован о ней. Таким же нападком подвергается и президент. Его всеми силами ограждают от этого фрика, а он сам идет навстречу. Но мужчина обрывает все разговоры. Он прежде всего должен думать о людях. Разозленный Феликс высказывает свои претензии Аль-Масиху, и тот предлагает встать перед ним на колени, если он действительно верит, что тот Мессия. Проповедник задумывается, пока Мессия уходит из номера. А вот агент Уилл, наоборот, начинает безоговорочно верить Аль-Масиху и уходит с работы. Тем временем, Ева получает запрашиваемые ею ранее распечатки звонков Мессии. Тем же вечером Аверам расспрашивает Мессию о его семье и насмехается над ним, предлагая еще раз пройти по воде. Но мужчина только улыбается в ответ и задает встречный вопрос. Почему он не уезжает? На что агент не может ответить. Президент опять говорит с Аль-Масихом и тот сообщает, что времени на раздумья больше нет. В это время ноги президента заливает вода. Проснувшись, мужчина узнает о небывалом наводнении, уничтожающем побережье США. Позже дочь преподобного Игуэра рассказывает ему, что Аль-Масих приехал в Техас ради нее, а не ради отца. А в Иерусалиме охранник признается, что это он освободил Мессию из тюрьмы, а не Аверамдахан. Той же ночью девушка, нанятая помощником президента для компрометации Мессии, возвращает ему все полученные за это деньги. Ей все равно, настоящий он или нет. Главное, что он очень хороший человек. А президент облетает пострадавшие районы и, кроме оказания материальной помощи, призывает людей молиться и надеется на помощь Господа. Тем временем жена пастора спрашивает Мессию, почему он выбрал именно их семью. И тот говорит, что веру можно найти везде, а он хочет того же, чего и Господь. Потопа. Тем временем в Иордании шейх учит Джабраила речам о независимости Палестины. Неграмотному парню очень трудно запоминать незнакомые слова, но шейх настойчив. Его друзей в это время тоже усиленно обрабатывают, вбивая в головы религиозные идеи. В это время преподобный Феликс просит, чтобы известный шоумен включил в свою программу выступление Альмасиха, ведь это шанс выступить на многомиллионную аудиторию. Ева проверяет все номера в списке и находит один, на который Мессия звонит постоянно и говорит с абонентом довольно долго. Тем временем президенту США сообщают о скоплении российских войск на границе с Латвией и требуют принять жесткое решение. Ева в этот день находит Альмасиха, чтобы сообщить ему, что знает о его диагнозе в комплексе Мессии, поставленном ему в психиатрической клинике, и о его дяде-фокуснике. Ее кажется, что его кто-то использует и обещает найти и арестовать кукловода. И он подтверждает, что знает Уоллеса, который и сейчас его друг, несмотря на обвинение того в терроризме. После этого Феликс говорит Мессии о приглашении на телевидение, и тот соглашается, но только если преподобный возьмет с собой свою дочь. Вечером Ева разговаривает со своим отцом и приходит в изумление, узнав, что ее собственный отец считает, что Альмасих Мессия последнего времени. А в это время оказывается, что комплекс в Баде является тренировочным лагерем террористов, и Самира готовит на роль смертника. Между тем, Ева решает действовать самостоятельно и набирает номер, на который постоянно звонил Мессия и слышит в ответ голос Уоллеса. Так что ее теории о связи Альмасиха с террористом подтверждаются. Но в процессе разговора мужчина опровергает все ее выводы. Жаль, но она совсем не понимает, что происходит. И опасен в этой паре вовсе не он. Женщина опять листает его книгу, читает посвящение на заглавной странице и ее осеняет. Тем временем президент просит сделать анализ полного вывода американских войск из Восточной Европы. Ева идет к начальнице. Книга Уоллеса это работа Альмасиха. Так что все наоборот. Признанный террорист ученик Мессии. Между тем наступает день передачи. Альмасих и Ребекка готовятся к выступлению. В это же время множество верующих приходят в мечеть, чтобы послушать первое выступление Джабраила. Парень очень волнуется, но шейх находится рядом и направляет его. Ведущий шоу разогревает публику перед выходом Мессии на сцену, в то время как Самира тоже ведут к мечети. Но перед самым выходом на сцену Мессия уходит из студии и садится в автомобиль, с Шахида. Публика требует выхода Мессии и на сцену идет Ребекка. Джабраил начинает свою речь о Мессии одновременно с Ребеккой, пока Альмасих едет в машине Аверама. Подростки повторяют его слова своим аудиториям. Все мы один народ. В этот момент в мечеть входит Самир, показывает взрывчатку, привязанную к его груди и поднимает кнопку. Глядя в глаза Джабраила, он не может заставить себя нажать на пуск. Однако жилет с бомбы дистанционно активирует наставник Самира. В студии Ребекка внезапно теряет сознание. В мечети раздается мощный взрыв. Действие переносится на несколько лет назад, когда Аверам и его напарник похитили, допрашивали и уничтожили несовершеннолетнего сына одного из тех, кто организовал взрыв, в котором когда-то погибла мать Аверама. Но выясняется, что мальчик вовсе не сын мужчины, и это мучает агента до сих пор. В настоящем именно он везет Мессию на аэродром, чтобы доставить его в Израиль. После взрыва в мечети пострадавшим оказывают помощь. Бесчувственного Джабраила то же самое происходит и с Ребеккой. Тем временем Ева Геллер узнает о том, что Аль-Масих был похищен. ЦРУ отслеживает самолет, на котором его увозят, не подозревая, что все это было сделано по приказу помощника президента. Очнувшаяся Ребекка говорит отцу, что Мессия ушел и больше не вернется. Джабраил приходит в себя в кузове грузовика и видит рядом погибшего человека. Он сжимает его руку и пальцы под его ладонью вздрагивают. Ева выясняет, что самолет с Мессией взлетел с правительственного аэродрома. Он мог надавить на вышестоящее руководство, чтобы узнать пункт назначения самолета, пригрозив сообщить обо всем произошедшем президенту, тем самым загоняя в угол помощника руководителя страны. В это время в небе Аль-Масих разговаривает с Аверамом, убеждая его освободить совесть, потому что Бог все равно его любит, и что люди всегда выбирают между добром и злом. И последнее, что тот увидит перед смертью, лицо того мальчика. Между тем, помощник президента принимает решение передать прессе настоящее имя Аль-Масиха и папку с его досье, подчеркивается его душевное заболевание и то, что он был воспитан иллюзионистом. А в небе самолет начинает испытывать сильную турбулентность, раздается взрыв в хвосте, и Аверам видит перед собой лицо погибшего парнишки, которые заслоняют глаза Мессии. В командном пункте Еве сообщают, что сигналы самолета пропали с радара. Женщина понимает, произошла трагедия. По ТВ идут сообщения о настоящем имени и биографии Мессии, что вызывает смятение среди последователей Аль-Масиха. Выслушавший все это Феликс уходит из больницы. Джабраил тоже смотрит выступление брата Мессии об умении того делать фокусы. Ева обвиняет помощника президента в уничтожении дипломатического самолета, но тот просит следить за словами. Женщина подавлена. Вся операция рухнула, и она не может ничего доказать. А отец Феликс приезжает к своей церкви и поджигает ее. Больше он ничему не верит. Меж тем Аверам приходит в себя посреди цветущих маков и видит над собой Мессию. Следом перед ним появляется местный парнишка, который протягивает ему фляжку с водой и с восторгом говорит, что тот мужчина совершил чудо, воскресил Аверама и еще одного мужчину, ведь они были совершенно точно мертвы. У них были серые лица, и по ним ползали мухи. А потом он дотронулся до них, и они ожили. Агент с изумлением наблюдает, как его напарник кланится стоящему перед ним совершенно невредимому Мессии. Фильм – это рассказ о пришествии Мессии, пророков в современный мир. Интересный, легкий в плане восприятия и глубокий в плане мыслей, который вызывает Аль Массих в разговорах с совершенно разными людьми, начиная с безграмотного паренька, заканчивая президентом США. Смешение странное с одной стороны, а с другой – вполне объяснимое и понятное, ведь, как утверждает Мессия, все мы ходим под одним солнцем. Продолжение следует...